Всем привет! Вы на канале Bonita Parfums. Меня зовут Зоя, и этот ролик снова о розе. Третья часть уже образовавшегося цикла о розе состоит из этих шести прекрасных ароматов. К сожалению, не все эти ароматы из моей коллекции, к моему большому-большому сожалению. Я очень мечтаю иметь в своей коллекции именно эти ароматы. Для этого обзора я любезно попросила своих милых подруг-портманьяков предоставить мне эти чудесные плакончики, и они согласились. Поэтому обзор состоялся. Кстати, скажу чуть позже, что в последующих видео мы обязательно познакомимся с этими чудесными женщинами. Они поделятся с нами знаниями о ароматах и принесут в свои коллекции. Ну, к делу. Первый аромат, который я хочу показать, это будет аромат от Монталь. Интенс Роуз Муск Экстракт Де Парфум. На флакончике написано Экстракт Де Парфум. Я думаю, производитель бы не стал врать. Скорее всего, это действительно нечто большее, чем просто Де Парфум, потому что стойкость просто феноменальная. Ну, о стойкости Монталь говорить не стоит, об этом знают все, это самые стойкие ароматы в мире. Но Интенс Роуз Муск превзошел все ожидания. И своей стойкостью и шлейфовостью, шлейфностью он покорил и меня тоже. Первый его братец, это Роуз Муск. Ну, я думаю, вы знаете его все, только ленивый, наверное, не снял о нем обзор. Поэтому я решила не повторяться и не говорить о нем. Интенс Роуз Муск, в чем отличие вообще, в принципе, чем он может, ну, я не знаю, порадовать вас еще больше, чем обычный Роуз Муск. Скорее всего, усилением розы и уменьшением этой львиной доли мускуса. У Роуз Муск мускуса много. У Интенс Муск, Роуз Муск, много розы и много медовости. Хотя в пирамиде мед не заявлен, но этот аромат именно медовая роза. Она сладкая, она пышащая медом, она пудровая, она, не знаю, в принципе, аромат в шлейфе, возможно, в базе, будет таким же, как и обычный Роуз Муск. Но этот мне нравится больше. Он интереснее, он игривее. Больше о нем, в принципе, нечего сказать, потому что все-таки, так как другие ароматы о розе, больше играют, больше раскрываются, больше какие-то неожиданности нам несут. Этот аромат не несет никаких неожиданностей. Он милый, женственный, красивый, пышный, шлейфовый, стойкий, сладкий, медовый. Все о розе. Здесь немного эротики, немного секса, немного игры. Но, собственно говоря, это роза. Так ни крути, с какой стороны на нее не посмотри, это роза. Второй аромат, менее раскрученный, менее популярный, из новых изданий Монталь, это Роуз Найт. Ночная роза или роза в ночи, будем так ее называть. Кстати, не сказала про новый дизайн Монталь, очень зря. Прекрасный дизайн, вот эти перелепчатые такие вот флакончики двухцветные, а это же и трехцветные сейчас у нового Монталь. Они действительно внесли какую-то такую живую струю, потому что однотонные флаконы, во-первых, путаются люди, могут быть, там, путать название, так ориентироваться только на цвет флакона. Такой же флакон ничем не перепутаешь, то есть он такой вот, наверное, даже отражает немножко аромат, то есть из розы переходит в более что-то насыщенное. Так вот, Роуз Найт для меня это аромат, ну, не сочтите, что я его ругаю, или что ни в коем случае никогда не скажу ничего плохо ни об одном аромате. Этот аромат повседневность, аромат каждодневной носки. В офис, на учебу, в гости, даже на милое безобидное свидание этот аромат вполне будет уместен. Роза здесь не такая завораживающая, не такая сексуальная, как в Intense Rose Musk. Она спокойная, она тихая, она есть, она звучит все время, но ее смешали с чем-то. Я полагаю, что, мое мнение, не знаю, что у нас кто-то не согласится, но здесь смешался коктейль из классической Роуз Муск и небезызвестного издания Монталь, Дарк Перпл. Дарк Перпл темная слива, очень тоже популярный аромат Монталь, он дает кислинку. Вот здесь смешали мускусную розу с кислинкой. По пирамиде я не буду говорить, потому что пирамида, в принципе, весьма ограничена, обрезана. Я уверена, что Перпл не дает полную пирамиду пользователям, это только основные слышимые ноты. Здесь, как обычно, мускус, роза, Жасмин, Амбра, в Роуз Найт, там еще пачули, по-моему, Амбра нет. Пачули я не слышу, но, возможно, вот как раз вот эта вот запыленная, немножко запудренная, размытенькая роза, как в Роуз Найт, возможно, пачули этот эффект и дают. Я думаю, да, потому что ничего другого. Мускус также слышу, но он не животный, он синтетический, поэтому не бойтесь этих ароматов, опять же, повторю, не будет никакой неожиданности, не будет никакого сюрприза. Это аромат, скорее, на вечер, на какое-то такое роковое свидание. Если вы хотите кого-то затмить своей красотой и привлекательностью, то это вот соточка уйдет за два месяца повседневной носки. Приятный, нежный, женственный, хороший, но не шик. Итак, с Монталь покончим, пока на время. Перейдем к более тяжеловесной нише. Аромат, о котором я сейчас хочу рассказать, это вообще аромат истории, аромат целая, наверное, эпоха. Не заслуженно он не раскручен на наших просторах, не заслуженно о нем многие не знают. Бренд, может быть, и знают, это французский бренд Артизан Парфюмер. А вот аромат «Похититель роз», «Валюр де Роузес», пожалуйста, он как-то, не знаю, обошел сторону наше внимания. Но мне повезло, я его узнала и могу рассказать об этом аромате. Это аромат, который навевает тоску, приумножает печаль и завораживает одновременно. Роза в этом аромате, она томная, она грустная, она такая печально-задумчивая. Пирамида аромата тоже весьма ограничена, не знаю, наверное, может быть, она и состоит из трех компонентов, но я сомневаюсь. Но почули и слива, которые окружают данной пирамиде розу, собственно, вот три компонента заявленного производителя, они с ней делают просто невероятные чудеса. Почули здесь землистые, сырые, они такие, какие они есть в природе. Это растение почули, оно растет в сырости. И парфюмеры очень много делают для того, чтобы эту сырость приглушить, сделать их сухими, некоторые делают их гурманскими, горячими на коже. Здесь они именно такие, какие они должны быть в природе. Роза эта вот даже такая немножко трагичная. И этот эффект, он просто невероятен. Я не знаю, как можно было сделать такой сумасшедший спецэффект во флаконе, причем довольно-таки за, в принципе, недорогие деньги в сравнении с другими нишевыми ароматами. Браво! Пожалуйста, парфюмер Мишель Альмарьяк. Не знаю, правильно ли я прочитала, но зрительно я помню, что этот парфюмер очень известный. Он очень талантливый. Браво! Также хочу отдельно про сливу сказать в этом аромате. Слива в основном дает кислоту. Кислоту и, возможно, какую-то такую терпкость в ароматах. Здесь нет никакой кислоты, они здесь можно просто забыть. Слива здесь дает огранку этой розе и немножко ее, как говорится, призадоривает. То есть она не такая уже трагическая в конце становится. Эта роза становится глубокой. Уже нет этой первой картины. Вот при первом вдохе из флакона ты представляешь себе, я, извините, пожалуйста, вот такую ассоциацию, но вот в похоронной конторе гроб и лежит эта завявшая, немного увявшая роза на крышке этого гроба и немного обсыпана землей. Я еще раз прошу прощения за эти комментарии, но это картина увявшей розы. Но база становится более тягучей, более глубокой и более жизнеразостной. То есть вот это вот мимолетное такое как-то видение от этого похитителя роз, оно уходит и остается настоящая, шипровая, дорогая, безумно роза. Похититель роз, не знаю почему похититель, наверное, потому что в тайне, в темноте, вдали от всех. То есть не такая, как все и настолько дорогая, настолько ценна, что даже хотели похитить. То есть насколько эта роза великая. Могу сказать, что на коже ее нужно обязательно протестить, но несмотря на вот такой долгий спич и такие вот странные ассоциации, она откроется на всех более-менее одинаково. То есть это будет дорогой запах розы. Возможно, уже переформулировка коснулась этого аромата, у меня старый выпуск, слава богу. И возможно, это будут не такие глубокие почули, и может быть будет не такое вот калейдосковое впечатление, как у меня. За это я не могу нести ответственность, но однозначно я прошу Valure de Roses обязательно, если у вас получится где-то его попробовать. И если вы поклонник розы, это вам сюда. Это супер аромат. Еще один аромат, увы, не из моей коллекции, но я питаю надежду, что я все-таки когда-нибудь его приобрету. Это чудеснейший, распрекраснейший, великолепный аромат от бренда Ксюрджов. Мо-Зен-Ворд. Ну, я так понимаю, не нужны слова, и действительно содержание этого флакона, оно полностью отражает его название. Бренд Ксюрджов так интересно скроен, что имеет под своей эгидой еще несколько подбрендов. Эти подбренды, которые он создал под эгидой Ксюрджов, они, каждый бренд имеет свой характер, имеет свои, скажем так, основные черты. И вот один из подбрендов, это Join to the Club, собственно, к этому бренду принадлежит аромат Мо-Зен-Вордс. Вот три буковки, GTC означает аббревиатура Join to the Club, присоединяйтесь в клуб. Это поистине интеллектуальный подбренд, ну, будем говорить, что это бренд. Это бренд не для всех, не для каждого, он не всем будет понятен, но все ароматы, включающие, которые включают в себя этот бренд, они целая книга. Знаете, вот когда вот открываешь умную книгу какую-то, высокую, читаешь одну фразу, в этой фразе вся жизнь. И вот здесь то же самое. Аромат Орозии, но аромат Орозии настолько сильный. Он краток, но он при этом объемен. И когда начинаешь вдыхать первые ноты этого аромата, его специально нанесла на руку, то все, первый вдох и целая картина. Картина представляется следующей. Исходя из пирамиды, я не буду врать, опираясь на пирамиду аромата, расскажу свои представления. Это роза, причем роза, скажем так, без рода, без племени, то есть не потому, что она плохая, нет, ни в коем случае, но она непонятного происхождения. Это не болгарская, не таивская, не марокканская, то есть не видно ее породу. Это просто роза, она заполняет собой все пространство, но она настолько древесно-амброво-восточная, ее окружают смолы. Не бензин, а, по-моему, здесь алибану. Если честно, я в смолах не сильно разбираюсь, но когда они присутствуют в пирамиде, я их сразу слышу. То есть я знаю, что смягченный аромат – это аромат со смолами. Здесь также присутствует мой любимый, как я уже говорила в прошлых обзорах, лапдану. Он придает глубины, древесности, такой вот горечи аромату. И, конечно же, амбра. Амбра в ароматах имеет очень-очень такое большое негативное свойство замыливаться. То есть когда аромат посвящен амбре, то в 80% случаев это будет мыло в базе. Это очень обидно, очень досадно. И всегда любителям амбры советую теститься на коже. Здесь амбра ни в коем случае не замылится. Она будет теплая, она будет обволакивающая, такая, какая она должна быть в задумке в парфюмерии. И, конечно же, древесные оттенки. Они здесь роскошные. Иромида не указывает, какие именно. То есть, ну, показан, ут, какие-то, может быть, кедровые, но это точно я не могу сказать. Но здесь 100% древесная база, древесно-смольная база. Дело в том, что даже про фрагрантик они пишут о том, что здесь есть роза. Ну, она здесь есть. Цветочные ноты, какие-то фруктовые ноты. Но это уже как огранка. То есть, здесь они просто играют какой-то бэк-вокал, поют, точнее, бэк-вокал, придавая аромату, наверное, просто какой-то законченности. Но, опять же, здесь не основные ноты фруктовые, цветочные. Роза, древесина, смолы. И, то есть, вот это вот то, что, то, что красит этот аромат. Говоря о бренде Ксиджо, хотела еще напомнить, что остальные подбренды, кроме Джоинту Зе Клаб, там Казамарати, такие неоромантичные, такие возвышенные ароматы. И саспира, более восточные, более такие бескомпромиссные, сексуальные, даже магические в чем-то. Каждый из них, это отдельная история. Поэтому, если вам посчастливится, если вы уже знаете или не знаете, если посчастливится потестить ароматы от бренда Ксиджо, пожалуйста, делайте это, во-первых, поступательно, то есть не валите все в одну кучу. Если вы начали тестить Джоинту Зе Клаб, тестите только Джоинту Зе Клаб, не смешивайте с Казамарати, потому что не будет общей картины, будет каша в голове. Сделайте подход к Казамарати, сделайте подход саспира и отдельно от Джоинту Зе Клаб. Но от себя могу сказать, что Джоинту Зе Клаб – это самый удачный продукт от Ксиджо. Вот номер. Один из моих самых любимых ароматов о розе, вот в такой вот большой бутылочке, это Декантер, Том Форд, Нойер де Нойер или Нуа де Нуа, я прошу прощения за мой плохой французско-английский. Перевод тоже сомнительный, наверное, Черная ночь или Чернее черного. Ну, то есть, в принципе, это не важно, но хотя название, как правило, отражает суть аромата. Ну, что могу сказать о Нойер де Нойер? Это была любовь с первого взгляда, это моя любимая сырая роза, она землистая, она такая немного печальная, но в этой печали вся ее суть. То есть, входящий в состав пирамиды трюфель, это гриб, это не конфетка, трюфель, он вот дает законченности этой розе вместе с пачули, вместе с дубовым хом, они создают такую тяжеловесную шипровую базу. И вот этот шипр, который в наши дни очень редкость, ну, большая редкость, особенно если это натуральные компоненты, в принципе, это практически невозможно на сегодняшний день, она придает этой розе колоссальной роскоши, колоссального шика, она своей сыростью, своей землистостью и своей такой вот мрачной женственностью, вот она меня покорила. В принципе, подобных ароматов много, и даже Нойер чем-то прикликается с Мозенвордс, просто Мозенвордс более насыщенный восточный, здесь нет восточности, здесь чистый шипр. Стойкость у Форда, конечно же, немножко отстает от Ксирджо Фаюш, тем более от Монталь. Ну, мы можем простить это нашему великолепному месье Форду, потому что такой вот невероятно красивый розовый замес никто еще не смог повторить. Два слова скажу о табак-ваниле, я думаю, знают его все, только ленивый не снимал обзор, поэтому мы не будем повторяться. Но вот эти вот, по моему мнению, два вот таких вот огненных боевика, табак-ваниль и Нуа-де-Нуа, они вот положили начало целому циклу ароматов, целому семейству ароматов. Это определенная находка, это, наверное, открытие в мире парфюмерии. То есть это образец шипра, сырого шипра, то есть не цветочного, не фруктового, а именно просто шипра по себе, вот так случилось, что здесь есть роза. И табак-ваниль, который образец гурманско-восточного аромата. И последний аромат в этом обзоре, который я специально оставила на десерт, это мой любимый, мой самый прекрасный и роскошный портрет леди от Фредерик Маль. Аромат просили обозреть в комментариях, большое спасибо за то, что вы вслушиваетесь в мои видео, и я выполняю с радостью вашу просьбу, расскажу об этом чудесном аромате. У меня флакон, в моих руках флакон нового образца. После того, как бренд Фредерик Маль стал принадлежать концерну и стил-аудер. Вот так вот выглядят крышки на новых флаконах. Я немного опечатана этим вопросом, но не будем вам о грустном, расскажу про сам аромат. За глаза этот аромат в парфюмерном мире называют портрет старой леди. Ну, в принципе, в этом что-то есть. Но я думаю, что это не должно никак оскорблять этот аромат или отталкивать от него, тем более за теста уберегать, ни в коем случае. Здесь речь идет о том, что аромат взрослый по своей структуре, по своему раскрытию и по своей насыщенности. То есть слабовато я его представляю на молодой девушке. И, конечно же, его категория, скажем так, его аудитория этого аромата, это все-таки женщины постарше. Но, тем не менее, могу сказать, что на моей коже аромат раскрывается совершенно без привязки к возрасту. Он раскрывается очень красиво, очень богатый, такой набитый плотно лепестками розой. Этот аромат, безусловно, о розе. Но чем он отличается от всех предыдущих ароматов из всех моих обзоров и вообще в принципе всех ароматов парфюмерии. Это аромат, который живет свою жизнью. Аромат, который имеет свой характер. И изменить свой характер он не намерен. То есть на вашей коже он либо будет жить своей жизнью, будет раскрываться так, как ему захочется, либо он покорится вам. Вот мне повезло, он мне покорился. Опять же, опираясь на пирамиду, ничего лишнего. Я скажу, что наиболее слышимая нота для меня это, как я уже сказала, роза. Она окутана облаком ладана. Ладан здесь не церковный, он горчит, он придает ей строгости. Безусловно, здесь есть пачули, но они не сырые, как похитители роз, и не такие, не мокрые, опять же, не сырые, не мрачные, как в Нуа-де-Нуа. Здесь пачули скорее специевые, восточные. Но не мудрено. Здесь есть гвоздика, но не цветок гвоздики, а именно как специя гвоздика. Вот они, наверное, вот эта гвоздика придает сухости этим пачули. Они осушают, дают глубину этой розе, и если я правильно поняла пирамиду, то мускусно-сандалово-амбровая база, она дает этой розе теплоты. Еще в пирамиде, для меня это была новость, заявлено малина и слива. Ну, наверное, фруктовые ноты придут терпкости и немножко веселят вот эту вот такую вот, не знаю, громогласную розу, эту такую просто всепоглощающую розу, такая картина рисуется, да, когда я рассказываю, что такое вообще нереальное. Ну, поверьте, этот аромат действительно целая история, этот аромат целая жизнь, целая эпоха. Я бы, наверное, его сравнила по значимости в парфюмере с некогда самым-самым популярным ароматом от Робера Пеге «Бандит», если вы слышали о нем, обоняли. Они не похожи в своем звучании, но они похожи по авторитетности. Что еще могу сказать? Парфюмер, который создал портрет ледички Доминик Рапион, он светит своим талантом во всех остальных своих ароматах, которые он создает. То есть браво парфюмеру, браво Фредерику Малю за то, что он сумел вычленить главное. Вот он ничего лишнего и всех своих творений не вставил. То есть все парфюмеры бренда Фредерик Маля, это талантливейше, это просто мастодонтый парфюмер. Я очень рекомендую этот аромат, но обязательно за тест. Потому что если будет больше ладаной и специи, и розочка утихнет, будет обидно. Не будет этого портрета шикарной леди, роскошной леди. И отвечая в связи с обзором на Прответведи, отвечая на вопрос в комментариях, на что он похож. Похож ли он на Эпик Амуаш из прошлого обзора? Нет, не похож. Он не похож. Эпик, нежная роза, в окружении того же ладана и тмина. Но увы и ах, они совершенно не похожи. Да что увы? Это хорошо, потому что аромат иконы я не люблю. Эпик нежней, моложе, женственней, переливчатей и туманней. Это конкретная леди, это четкая леди, это леди-аристократка. То есть она звучит гвоздем, она не будет переливаться. Это будет железобетонный шлейф, железобетонная роза. В принципе, из всех этих ароматов, которые я сегодня обозрела, я не могу выделить какой-то лучше, какой хуже. Они все великолепные, они все прекрасные. Монталь просто особняком стоит, потому что уже просто вот много набили мазком. Монталь, что говорить. Отдаю должное, стойкость, прекрасный шлейф, великолепные, понятные ароматы. Но хочется какой-то изысканности. И вот эти вот четыре ароматца, они дадут вам, они вот утолят вашу жажду, парфоманьячную жажду, если вы хотите иметь что-то такое, что привлечет внимание и, наверное, вас самих влюбят в себя, а не оставят равнодушными. На этом мой обзор закончен. Пожалуйста, жду ваших комментариев, ваших предложений, лайков и пока.